третий урок языка пали вот слова урока но тут вот кто знает английский допустим хэнтэ хатха явно походит пада нога это также латинская пэдис там и в полной форме и от него куча романских всяких пьет то есть если кто-то знает романские языки то эту пауду запомнить легко дипа светильник входит часто название разных вудийских трактатов тоже должно быть на слуху сама на монах тоже это шаман будет на санскрите и походит также на сибирское шаман так что легко запомнить вот ну к остальным тоже подберете я думаю ассоциации пандит тоже известное слово пандита ученые также как прилагательное широко используется грамматика сегодняшний урок это творительный падеж третий падеж как традиционно грамматиках называется низких единственное число на и множественное число и может быть санскритская бьи то есть вот более древние окончания это бьи встречается тоже в сутрах но вообще такое про критское уже такое впали это будет на и значение творительного падежа близко к русскому обозначает орудие какого-то действия а также совместное какое-то то есть действие с кем-то кто-то с кем-то идет но чтобы уточнить что именно значение совместного действия то есть вместе с кем-то употребляется после лог садгим или сага но позднее будут примеры на них будет понятно вот примеры то есть вот допустим монах вместе с человеком идет деревню сама но на рейна садгим то есть вот на рейна идет в творительном падеже с садгим с послелогом на рейна садгим не не перед словом ставится вот это садгим а после слова дома начать идет деревню программам гачхати в предыдущей лекции было все понятно это винительный падеж но также можете проанализировать остальные примеры вот в треть третий пример единственном числе идет типичное использование как орудие как отчаянно рухом до пилой дерево с эти тут ошибка рук хам пилой спиливая дерево так как упражнение урока то есть тоже как и я всегда говорю на паузу нужно ставить и пытаться это все перевести устно или письменно вторая часть упражнений но в общем то вот фразы с падежами просто для отработки можно составлять свои фразы потому что уже словарный запас неплохой можно по вот этим же образцам составить какие угодно фразы с этими действующими лицами всякими штуками которыми они действуют текст сегодняшний но это значит благословение буддийская тут конечно ни одного слова нам не известно то есть это не проходилось на этих уроках еще сейчас кое-что поясню я это всегда поставил потому что то есть творительный падеж вот это на садча ваджена это творительный падеж это на это легко это это а садча ваджена это сложное слово которое очень любит санскрите и впали состоит из двух слов садча это истина сатьяна будет санскрите да и ваджа это речь то есть этой истинной речью но вот истинная речь она как одно слово идет это на садча ваджена дальше соответственно идет вот это благословение типа там да будет тебе хорошо я не буду каждое слово переводить чтобы не загружать пока ну тут можно что запомнить слово году это как раз связка то есть да да будет связка в императиве вот эти всякие вот и потом будет много и в готе гоме это связки я есть там ты ты есть и в данном случае эта связка идет императиве да будет вот так садча ваджена мангалом я это победа да а мангала это счастье вот это мангала во многих мантрах упоминается можно сразу запоминать вот это мангала ну и все остальные слова я думаю пока не надо сабба это все так пока можно это узнать можно пока не запоминать но вот эти тексты которые в конце урока даю желательно и конечно наизусть учить вот чтобы шла одновременно отработка ну то есть разучить стихотворение как это делается при изучении других языков при поле естественно разучиваться религиозные тексты но это все конец третьего урока